лаванда горная лаванда наших встреч с тобой синие цветы спевала колысь всяком иолую зофия хтив сказаты бассиянда но это из другой оперы лаванда без конца и без края до самых небес а внизу вот в этой балочке под нами труба вернее трубы но о них потом подойдем и посмотрим еще пела софа софочка как ее называли любовно престарелые обожательные обожательницы я ты он она вместе целая страна ну да целая вместе дружная семья где она что она ну а стране потом а софии говорят замуж вышла за молодого а до этого верность мужу покойному десятки лет хранила а он говорят злые языки поколачил ее и сильно свое время были знакомые у меня арцистки одна даже заслуженно правда у сессера это где-то третий класс работали в ялтинской филармонии а потом в областной мест совы видели вроде знаю вот такая любовь а может брешь ну за что купил как говорится а то еще слух прошел заболела тяжело но лучше цыганам поверить чем интернету как говорил один знакомый мой украинец тернету читал еще какой-то газетенки мебель из виллы софия на ялтинской набережной вывозят закрытый отель и ресторан посетителей нет не видел не был ялте с прошлого года может мебель старую возят а новую завозят бархатный сезон впереди поеду посмотрю уже распадет думаю не было бы этого всего если бы то старая целая как в песне страна была почет и уважуха не меньше чем у аллы говорил я уже китай сотни народностей сотни диалектов пять тысяч лет империи ничего и главное свою страну своими руками развалили супостатов внешних не было не рискнул никто выползли свои бандерлоги и супостат из всех щелей сынок сони говорят деятельно я принимал участие в муйданах на свою голову и маме локти не кусает интересно как и все остальные хамул и алкашу бориски власть нужна была чтобы водку жрать волю и ни перед кем не отчитываться за ним потянулись кровчуки и другие больше 90 процентов верховных совет советов разных и российских и украинских и республик коммунисты составляли все дружно проголосовали за развал страны вот эти заклятые враги всех народов ну и первый секретарей как правится как как правило там во главе вели эти заседания и по деревню целую страну на куски анекдот уже рассказывал напомню шла корова по улице деревенской наложила лепёху немалую а следом лошадь телега запряженная и переехала та телега колесом лепёху коровью что слева дерьмо что справа но крики слышны из одной части мы самые незалежные ну если печенье и варенье американские не считать помните мальчиша похища а еще у нас без виз а из другой части а у нас газ а в ответ а мы воду в тавриду раз и перекрыли а я так скажу она и не нужно сами свое дерьмо хлебайте радиоактивная под одессу и херсон сливайте ничего приспособились без воды радиоактивной нахрен тот рис 10 раз химикатами обработаны и воды немерено требующий твердые сорта пшеницы вот богатство золото а не рис третий сортный выдумка коммунистическая хрущевская еще с царских времен пекари турецкие итальянские греческие гонялись за этой пшеницей твердых пород пристани по всему побережью сейчас их правда и в помине нет тех пристаней скажу так за вот это время что нет канала 5 лет 6 урожаи возросли пшеница в прошлом году полтора миллиона в этом году миллион уже убран и еще жатва как говорится не окончена дожди идут как по заказу а вот осень 19 года зима и весна 20 сухие не влаги снежный не дождевой обмерели водохранилища но есть еще вода говорят на 100 дней хватит и вот сейчас мы не спеша подойдем к этой палочки и посмотрим на водопровод вот такая засуха была восемьдесят пятом году 35 лет тому назад обмелела водохранилище напрочь центральная перед самым чернобылем водонапорная башня тавриды это главная горная гряда которая протянулась на 170 километров от севастополя до феодосии и сложена она из известняка влагоемкого користого материала если мысленно сделать поперечный разлет грязи то на срезе как высококачественный швейцарский сыр многочисленные горы пещеры многокилометровые галереи принимают впитывают и хранят влагу и затем ее постепенно отдают с начала лета идут дожди обильные и регулярные природа словно оправдывается скоро влага дойдет до водоупорных слоев глины подстилающие крымские горы и начнет поступать и поступает уже эта вода водохранилище и наполняет изливаясь ручьями родниками в десятки водохранилищ в районе города Белогорска расположены два крупных водохранилища и вот из одного из них тайганского проложены в Симферопольское я насчитал 15 здесь труб диаметром где-то 150 миллиметров ну в пересчете это будет примерно сечение процентов 35-40 той трубы которая подавала воду из канала северокрымского в межгорное водохранилище а с учетом того что напор здесь сильнее я думаю это будет процентов 60-70 того объема что подавался на обеспечение водой города с той только разницей что вода эта чистейшая родниковая с гор никаких там селений нет никаких нет промышленных производств и подается по оцинкованным трубам в советские времена по оцинкованным трубам вода подавалась только в детские учреждения для холодного водоснабжения а вода в Днепре как бы помягче сказать это радиоактивный канализационный коллектор вся Украина гадит в него вот полностью этот водопровод во всей своей красе да больше наверное тут чем 15 труп казали брати вот-вот от голода загнуться полки пустые мост рухнет курортников в поварятах и шоферятах камни на вас с неба воды ни грамма не дамо за курортников сейчас молчат лечь негде по набережным толпы и некоторые даже люди улыбаются а Одесса вся в дерьме ну и Азов тоже очнитесь слабоумные идиоты сепаратисты вы и предатели всего что можно предать братство веру речь мозги деоккупированные свои прочистите ляхи вам не допоможут друга хрянцы на последнем месте уже по бедности на первом Молдову обошли на повороте ну и напоследок вот для заинтересованных хочу показать и сказать карьер закрыли так что не переживайте все будет хорошо изнаношения ерной и в линзе м м м м м Продолжение следует...